Привет! В этом видео мы поработаем над основным блоком для нашего сайта. Также переходите на сайт itproger.com. Здесь вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок будет в описании к этому видео. Первым делом мы создадим блок, который будет серого цвета и будет вместить в себе просто некую текстовую информацию и кнопку. Вот и все. Значит, прописываем этот блок. Первым делом мы пишем div, у которого будет класс container и плюс он еще будет fluid. То есть он растягиваться будет на все 100% ширины веб-сайта. Дальше мы создаем еще один div. У него класс будет row, то есть это определенный ряд. И дополнительно мы еще добавим сюда класс, который называется jambotron. То есть он добавляет в принципе просто то, что наш этот блок будет серого цвета. Бац, обновляем и вот у нас блок уже серого цвета. Сюда же добавим мы определенную информацию. Нам необходимо так сделать, чтобы текст отображался слева, а кнопка отображалась справа. При этом, если мы будем сжимать наш веб-сайт и, к примеру, смотреть его на мобильных устройствах, то нам необходимо, чтобы у нас что текст, что кнопка занимались 100% ширины блока. То есть по одному объекту получается было в одном ряду. Соответственно, это мы должны и прописать. Значит, мы создаем еще один div и добавляем к нему такой класс как. Мы прописываем call, xs. xs это самый маленький размер, то есть это мобильные устройства. И здесь мы указываем, что 12. Вот если вы проходили Bootstrap, просто Bootstrap курс, то там я рассказывал, что в Bootstrap есть 12 колонок. То есть сайт можно разбить на 12 конкретных колонок. И если мы указываем, что xs 12, то это означает, что когда у нас будет, получается, маленькое расширение экрана, например, как на мобильных устройствах, то у нас будет вот эта вот колонка, вот этот блок занимать все 12 колонок. То есть он будет растянут на 100% ширины сайта. Далее мы указываем следующее. Если у нас это будет call.sm, то есть это уже чуть побольше устройства, это, например, горизонтальный вид на телефонах, то есть это если вертикальный вид, там, например, 340 пикселей по ширине, то здесь уже, например, где-то 600 пикселей по ширине. Вот. И здесь мы также указываем, что у нас, пускай это будет, наш блок занимать все 100% ширины экрана, то есть 12 все колонок. Дальше мы указываем call.md, это уже, например, планшеты какие-либо. Здесь мы указываем, что первый наш блок будет занимать лишь 9 колонок, а 3 колонки будут отделяться на кнопку. Дальше мы указываем call.lg, это для, например, уже компьютеров, лэптопов небольших, например, тоже пускай 9, и для полноценных огромных компьютеров, например, которые там 4К, то есть это XL уже, то здесь мы указываем, что она, например, пускай уже 10 будет лишь колонок занимать. Вот. И здесь мы добавляем абзац. У него будет также класс прописан. Класс у него будет lead, специальный класс для текста. И здесь я просто пропишу некий текст, например, lorem, и пропишу, что здесь пускай у него будет, ну, не знаю, 30 символов, например. Вот столько вот пускай будет символов. И дополнительно это все я могу скопировать еще раз и вставить ниже. Здесь у нас уже будет не текст, а кнопка. Единственное, что нам необходимо поменять здесь в стиле. То есть, когда у нас маленькое разрешение экрана будет, то опять-таки наш второй блок будет растягиваться на 100% ширины экрана. При SM, то есть при, получается, горизонтальном виде смартфона, где-то 600 кг до пикселя по ширине, также 12 колонок он будет занимать. А здесь уже 3 колонки будет занимать. И здесь 3 колонки. И здесь, соответственно, 2 колонки. То есть они уже, когда, например, на планшете мы будем смотреть, или на компьютере, то они уже будут у нас вмещаться в один ряд. Что кнопка, что текст. Вот. Ну и, конечно, осталось только добавить саму кнопку, поэтому мы добавляем а, href. И внутри мы прописываем кнопку button. Внутри нее мы прописываем класс. Так, окей, класс. Это будет, получается, button. Button. Пускай, я не знаю, success будет у нас. И, в принципе, button.lg еще добавим, чтобы кнопка была большой. Ну и дополнительный type укажем как button. Вот и все. И здесь просто напишем, например, читать далее, пускай, я не знаю, любая кнопка, например, читать далее. Окей. Сохраняем это, обновляем. И вот оно у нас теперь готово. Действительно нормально. Единственное, что мы можем добавить еще сюда немножечко текста. Например, lorem 30. Lorem 30. Вот. И еще добавили чуть-чуть текста. Вот текста побольше, и это выглядит уже круче. Теперь же дополнительно, если мы это все будем сжимать, вот, например, на мобильных устройствах, то, да, у нас еще шапка до конца не проделанная. Ну, как видите, тут все еще не суперидеально, но мы это потом исправим в следующих уроках. Наш, кстати, header, наша шапка, она прикреплена к сайту, то есть, видите, она никуда не девается. И, главное, наш этот блок, то он теперь уже адаптивный, потому что на небольших устройствах, как видите, оно, ну, оно получается в одном ряду лишь находится. Если мы перевернем устройство, оно все равно в одном ряду находится, а если мы его увеличим до пределов, например, до пределов iPad, допускай даже, то уже будет, что все это находится, ну, что текст, что кнопка в одном ряду. А так, то оно находилось в разделенных рядах. Вот, соответственно, с этим мы разобрались, и добавим теперь еще один блок, чуть ниже под этим блоком. Дальше делаем следующий блок, блок с характеристиками. Здесь мы, в принципе, делаем примерно то же самое, то есть, я могу даже наш div класс container fluid скопировать. Вот, и внутри него мы устанавливаем, опять-таки, тот же самый div с классом row, и дополнительно к нему еще добавляем класс text center, чтобы весь текст у нас был по центру, и дополнительно еще установим класс alert. Это, в принципе, небольшой такой классик, который позволяет нам добавить различные отступы и все такое, например. Вот, добавляем alert, и далее мы можем прописать с вами внутри уже ряда, внутри какого-то определенного ряда, можем прописать колонки. Поэтому создаем новый блок, у которого будет класс call12. Вот, то есть, это будет блок, который занимает абсолютно всю ширину экрана, и внутри него помещаем h1 с, опять-таки, классом, пускай у него будет класс display 4, то есть, самый маленький, по сути, заголовок, вот, по размеру. И здесь мы напишем, например, создание сайтов, создание сайтов. Вот, пускай так будет написано. Вот, и больше ничего. Дополнительно здесь мы пропишем горизонтальную линию hr, вот, ее потом стилизируем при помощи CSS, но пока ничего не будем делать. Дополнительно внизу еще один блок пропишем, также у него будет call12, то есть, он растягиваться будет на всю ширину экрана. И дополнительно внизу прописываем текст. Здесь у нас все просто, лорем, и пускай 60 символов, например, будет. Вот, сохраняем это все, обновляем, и вот внизу у нас появляется текст, который как раз нам и нужен. И давайте все же сразу же пропишем определенные стили, чтобы наша карусель, чтобы наш слайдер изображения отображался корректно, например, на айфоне, ну и на других устройствах тоже, потому что сейчас это выглядит, ну, не особо. Первым делом мы поработаем над текстом. Текст это очень простая тема, и, соответственно, мы ее и исправим. Что мы сделаем? Мы сделаем, что когда у нас будет максимальная ширина экрана 450 пикселей, то текст мы будем его размер делать 3EM. А, соответственно, это довольно-таки небольшой текст, и он как раз у нас уже будет влазить. И это хорошо. Теперь это выглядит здорово. Теперь надо поработать над картинками. Во-первых, transform translate y мы удаляем. Почему? Потому что это довольно-таки нехило сдвигает изображение вверх, и, соответственно, портит нам весь слайдер. Поэтому мы это удалим. Кроме того, мы сделаем очень простую штучку. В принципе, мы можем скопировать вот это вот media query. И просто когда у нас будет максимальная ширина, например, пускай 1100 пикселей, то мы будем устанавливать ширину для всех наших картинок как 100%. То есть здесь мы будем, когда у нас, например, 1101 пикселей, 1200 пикселей ширина экрана, то наши картинки, они будут шириной 100%. Если же меньше, то они не будут шириной 100%. А, соответственно, так, нет, нет, все-таки min вид, вот что надо прописать. А, соответственно, если они не 100% ширины, то они помещаются в экран, потому что им не надо уже быть на 100% вписываться как бы в экран. И они выглядят тогда уже хорошо. Вот, мы можем это все растягивать, растягивать, и увидим, что результат у нас уже хороший. То есть вот он теперь все растягивается и выглядит хорошо. Например, на обычном экране вот так это все выглядит. Теперь наш слайдер полностью готов, и теперь он адаптивный. Да, картинки, возможно, тут не самые лучшие, но, тем не менее, это стоит уже просто подобрать, какие-то хорошие определенные картинки, и тогда слайдер вообще будет просто конфеткой. Ну, а пока это просто рабочий готовый слайдер. И последний блок в этом уроке, это блок с описанием языков. Причем это будет полностью адаптивный блок, который будет подстраиваться под различные разрешения экрана. То есть, например, на компьютере это будет 3 блока в одном ряду, на мобильнике это, например, 1 блок в ряду, на, я не знаю, на, например, планшете 2 блока в ряду, ну и так дальше. Соответственно, создаем как раз такое. Опять-таки копируем наш GIF контейнер Fluid, причем мы сюда допишем такой стиль, как Padding. Мы его потом в CSS с вами пропишем. Он нам, ну, он нам потом пригодится, чтобы просто добавить отступы различные к тексту. Вот, потому что сейчас это выглядит прям все слишком на всю страничку. Ну, не особо здорово. Дальше мы создаем здесь GIF class row, и плюс добавляем дополнительные стили. Это такой стиль, как Text Center, и дополнительно тоже добавим Padding. Мы опять-таки его потом добавим в CSS попросту. Дальше создаем еще один GIF. У него класс будет Call XS12. Вот, ну и дополнительный класс сейчас пропишем. То есть, если это маленькие смартфоны, это на полную ширину растягивается. Если это чуть больше смартфон, например, не знаю, там 600 пикселей по ширине, как я уже говорил, это, например, на половину растягивается. И если это, например, планшеты, то Call MD4. Ну, и, соответственно, Call LG и Call XL, они также уже будут подтягиваться с вот этой последней нашей настройки, то есть, с Call MD4. Вот, поэтому их дополнительно прописывать не надо. Здесь мы прописываем следующее. Мы берем тег I и добавляем к нему специальный класс, FAS, и здесь FA код. Вот, в принципе, мы здесь используем уже с вами, получается, фонд ASAN, тот, который мы подключили еще в самом первом уроке, то есть, фонд ASAN. Вот этот вот, ну, вот этот вот, получается, шрифт из иконок, иконочный шрифт. Вот, его мы здесь как раз и используем. И, соответственно, потом мы его будем еще дополнительно стилизировать. Значит, здесь прописываем H3, пишем HTML5, к примеру, и здесь прописываем параграф. Ну, и в нем прописываем lorem, и пускай, не знаю, 7 символов в этом всем будет. Вот, дополнительно мы это все копируем несколько раз. Здесь все вставляем точно так же. Здесь уже прописываем единственное, пускай будет bold, а здесь bootstrap уже будет написано. Bootstrap. Вот, текст пускай у нас никак отличаться не будет, а здесь мы пропишем CSS3, например. И тут также CSS3 напишем. Вот, в принципе, и все. Единственное, что мы можем еще с вами прописать, так это вот здесь, например, горизонтальную линию. Поэтому hr и, в принципе, больше ничего. Единственное, можем к ней еще добавить класс, который называется classMy4. Он добавляет различные отступы. Вот так это теперь у нас здесь выглядит. И сейчас это все мы с вами будем стилизировать благодаря CSS. В стилях мы пропишем с вами следующее. Во-первых, мы будем использовать стили для Jumbotron, то есть для вот этого класса. И здесь мы пропишем такие вещи, как padding1, пускай em будет, и дополнительно border radius мы установим как 0. Проверяем. Вот так это теперь выглядит. Выглядит, ну, лучше, по сути. Вот. Далее мы прописываем стили для нашего собственного класса, который мы назвали padding. И здесь будет все довольно-таки просто. Мы берем padding-bottom и устанавливаем для него 2em. Соответственно, теперь у нас, бац, и есть небольшие отступы как бы снизу, что тоже очень хорошо. Далее прописываем стили для нашего класса alert. Здесь мы пропишем следующее. Во-первых, ширину мы для него укажем как 75%. Далее мы укажем, что у него отступы будут margin 0 и пускай auto, вот, чтобы он по центру находился. И дополнительно padding-top мы укажем для него как 2em. Пускай вот будет примерно так. Вот так это теперь выглядит. Выглядит лучше, чем было до этого. Окей. Дальше мы прописываем стили для alert.hr, то есть для горизонтальной линии. Здесь мы прописываем все проще. Border top, 2 пикселя, пускай это будет solid. И цвет, например, это будет silver. Ну, пускай такое будет. Ширину мы ему указываем как 95%. Merging top мы для него указываем как 0,3em, пускай будет. И дополнительно margin bottom укажем сразу же, пускай 1em будет. И смотрим, вот наша линия. Вот она такая создана здесь. Единственное, можно немножечко цвет сделать более легким. Не знаю, ну, это не то, что более легкий получился. Давайте вот такой попробуем. И думаю, нет, это слишком плохой. Ну, окей. Мы давайте поставим его как F0, F0, F0. И, в принципе, это будет уже то, что нам необходимо. И также добавим стили к этому блоку, потому что что-то он мне не нравится, как он выглядит. А, соответственно, берем jambotron. И здесь добавляем следующее. Это beats. Указываем 70%. Дальше добавляем margin. Указываем 0 auto. И добавляем последнее. Это margin top, чтобы он у нас отверха немножко отставал. Ну, к примеру, 20 пикселей укажем. Теперь это вот такой вот плавающий блок, который никак не зависит от, в принципе, никаких других блоков. Ну, то есть, такой отдельный блок. И мне кажется, это довольно-таки неплохо. А, соответственно, так это и остается. Теперь же осталось проработать вот эти вот символы. И проработка их довольно-таки простая. И поэтому тоже ее сейчас быстренько осуществим. Итак, берем каждый наш символ по его классу. Класс у нас fa.css, fa.bolt и fa.code. Соответственно, каждый из этих классов мы берем. То есть, берем первый fa.code и указываем для него просто color. Color я уже все эти цвета подготовил. А, соответственно, их здесь просто буду использовать. И вот один из них. Это красный у нас будет цвет. Дальше пропишем для fa.bolt. Мы пропишем 563d7c. Вот это будет у нас fa.bolt. То есть, для bootstrap такой синький цвет. И для css3, вернее, тут более фиолетовый такой цвет. И для css3 уже как раз синький цвет пропишем, что будет довольно-таки тематичный. Вот. Соответственно, сохраняем это все, обновляем. И вот у нас красный, фиолетовый и немножко синий. Далее прописываем дополнительные стили, чтобы все они у нас, эти символы, были довольно-таки большими по размеру. Поэтому прописываем fa.code. Мы берем его. Дальше мы берем fa.bolt. Дальше мы берем fa.css3. И для них всех мы указываем font size как 4em. И дополнительно пускаем margin будет 1em. Обновляем это все. И вот так это теперь выглядит. Единственное, анимация это, конечно, клево, вот этого объекта. Но, конечно же, нам его необходимо поменять, чтобы он у нас работал. Потому что я допустил ошибку. И здесь вместо, ну, получается, где у нас класс css3, вот этот для иконочного шрифта, необходимо поставить изначально fab. Вот такой класс. И тогда у нас сработает. Это выведется именно иконка css3. Тогда у нас все будет работать верно. Я что-то заработался и как-то не заметил даже, что сделал такую банальную и простую ошибку. Итак, смотрите, что у нас теперь получилось. Наши эти три блока, они теперь растягиваются. То есть, вот смотрите, мы, например, их сжимаем. И в определенный момент они должны у нас перейти в два блока. Как видите, вот. То есть, занимает лишь два блока. И на мобильных устройствах они вообще будут лишь один блок. Ну, один блок будет в одном ряду. Вот так это. Соответственно, это все довольно-таки адаптивно, довольно-таки красиво. И так мы это все и оставим. На этом же у меня все. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itprogress.com До скорых встреч. Пока.